Добрый день! Так, сегодня мы вот следующий эпизод снимаем у нас в бьюти-салоне. И я недавно рассказала вам, что я укололась и забылась. И девочки сказали, а вы тоже хотим, расскажите, чего вы там укололи. Я жуткая противница ботокса. И я месяц назад уколола вот лобик свой, шикарный теперь лобик. Он у меня не был плохим. Я почти в 56 лет уколола его впервые. У меня так бровки приподнялись, потому что я теперь снимаю каждый день. И я увидела, у меня вот здесь появилась такая скорбная такая, две морщинки. И я думаю, ну пойду посоветуюсь. И Оленька, естественно, сказала, Галь, ну я знаю, что ты против ботокса. Ну давай уже колонем разочек. И вот у меня лоб, он настолько, он прям натянутый, он такой натянутый. Но я бы говорила девочкам, пока специалисты не начали, по секрету я скажу, молодые девочки не надо этого делать. Вот 50 за 50, наверное, где-то можно начать. Ну почему за 50? За 40 тоже можно. За 40 тоже можно. Сейчас послушаем специалиста. Алиса, давай сделаем так, что я сначала покажу, как это выглядит. Давай, вот здесь вот должно быть. Вот так вот выглядит настоящий ботокс. Это он, ботулизм, токсин тип А. И он в лаборатории сделан на основе куриного белка. В общем-то, очень безопасный препарат. Вот токсическая доза где-то 286 юнитов. То, что мы делаем для то, что мы делаем для косметики где-то 25, 30, 50, 60. То есть мы как бы совершенно не в безопасной зоне. Вот. Потом, куда это колется? Колется, значит, вокруг глаз. Опять же, вот здесь вот небольшой картинка. Вокруг глаз есть мышца. Она плоская, тонкая, как блин, в общем-то. И разрез для глаза посередине. Вот эта часть латеральная, которая снаружи, она получается так, что с возрастом становится очень... Она покажет эту мышцу. Да, ну вот здесь. А, нет, и видно. Вот, вот здесь вот. И, ну, потому как мы улыбаемся постоянно, кожа тянется, и получаются вот эти вот морщины. И морщины получаются как бы улыбающиеся, да, морщины вот здесь. И уколы делаются в эту... Не в мышцу, а в кожу над мышцей. Сверху вот здесь вот три уколчика. То есть мышцы как бы, они даже не проникают. И потом все это просачивается мышцей, поэтому... Вот поэтому эффект через неделю где-то там будет. Да, через неделю. Не сразу будет. Но почему через неделю? Потому что токсин сам, ему нужно время, чтобы через эту мышцу как бы просочиться во все синапсы, да, вот эти нюросинапсы. На чем основано? На том, что этот токсин, он блокирует сигнал из мозга в мышцу. Там такие... Там есть, значит, я не знаю, это я только по-научному... Да, вы знаете. Синапсы, в которых есть рецепторы. Эти рецепторы, они продуцируют определенный химикат, который вот проводит вот это вот, ну, как бы, как буфер, да, он проводит вот этот сигнал из мозга в мышцу. И когда мы колим ботокс, этот ботокс блокирует все эти рецепторы. То есть это химикат, да, он больше не выделяется. И получается вот этот эффект, что мышца, она как бы расслабляется. Расслабляется и нам как бы не посильно больше... То есть мы не владеем больше ею, да? Мы не владеем, да. Только как бы в мозгах мы владеем эмоционально. То есть я хочу понять, что они не поднимают. Да, но они немножко поднимаются. Мои поднимаются. Мои поднимаются. Нет, это не то лицо, что оно прямо вот замерло. Вот они мое в крови. Они шевелятся просто, оно все равно вот такое разглаженное. Да. Ну, занимает где-то 7-10 дней, пока этот токсин просачивается во все части мышцы и держится в зависимости от метаболизма 3,5-4 месяца. И потом надо опять подколоть. То есть если я проколола один раз, это значит, что я теперь должна примерно раз в полгода или раз в 4 месяца обязательно приходить докалываться. Обязательно. То есть вот еще раз. Можно когда ничего не делать, но тогда ничего и не будет. Она все вернется. Все вернется. То есть это вот уже ладно, это будет. Причем Оленька мне вот мы укололи только лобик, а она мне еще сильно хочет глазки уколоть, а я пока не даюсь, потому что глазки все равно у нас хорошие. А зря. А зря. А зря. Ну, позволь. Галя, Галя, дайте. Так, еще по поводу, по поводу этого. Какой-то был вопрос. Я хотела спросить, вот как бы, а я знаю, что некоторые девочки говорят, что мне там что-то размешали, там добавили воды или что-то еще, когда нет эффекта какого-то. То есть как это можно понять, что вот не чистый ботокс, например, колет, а разбавляет как-то вот. Ну, чистый ботокс, если посмотреть на на саму бутылочку, она как бы, она выглядит пустой. Это же здесь есть холодильник. Сейчас мы покажем, чтобы вы смотрели, на что надо обращать внимание. потому что я в интернет залезла, и там многие очень как бы говорят, вот мне, наверное, вкололи там разбавленной водой, потому что там никакого эффекта, там пера-перы. мы как-нибудь можем это с тобой сделать. То есть как бы сама бутылка по себе пустая, когда она только... Оленька, давай вот сюда мальничка, поближе. То есть она пустая, когда ее вынимаешь из коробки. Потом туда добавляется вода для инъекций, и вот от этого зависит эффект. То есть если ее добавлять слишком много, разводят его настолько, что он совершенно уже не действует, когда он не концентрированный, он и не держится, тогда как бы эффекта такого нету. То есть определенная концентрация должна быть, и от этого зависит эффект. А концентрация зависит от умелой руки адмитолога? Нет, это норма есть все равно. Нет, есть норма, я, например, по норме не функционирую, потому что по норме получается, что слишком много воды, слишком мало эффекта, слишком тяжелый эффект получается. Если это над бровями, то иногда опускаются брови из-за того, что очень много воды в нем. Я делаю очень концентрированные, конкретные мышцы, куда надо, оно держится долго, делаю то, что мне нужно, и все. То есть это как бы личный опыт, то есть я это делаю уже 10 лет, и я как бы все эти материалы, они имеют определенное поведение, так скажем, то есть ты как бы наблюдаешь, что это делаешь, что они могут делать, и делаешь для себя выводы, как нужно с этим иметь дело. То есть я как бы не развожу очень сильно, потому что... Ну и, Паша, порядочный косметолог, если он хочет, чтобы к нему возвращались, он будет это делать максимально грамотно, потому что хочется, чтобы клиент приходил. Продолжение следует... Продолжение следует...